Всем привет! Меня зовут Андрей, в компании NISO я занимаюсь направлением роботов. В 2023 году производитель роботов Кайман дополнил свой ассортимент полноприводной линейкой под названием Offroad. В этом видео я расскажу про базовую версию полноприводной модели, которая называется Кайман X4 Basic Offroad 4WD. Перед тем, как мы начнем разбирать нюансы этого робота и улучшение по отношению к базовой модели X4 Basic, начнем по традиции с кратких технических характеристик. Максимально допустимый размер газона 18 соток, время автономной работы 4 часа, максимально преодолеваемый склон 60%, мощность аккумулятора 10,35 Ач, количество дополнительных зон 8, гарантия 5+, производство Италия. Как следует из названия Offroad 4WD, эта модель оснащена полным приводом, что позволяет ей справляться с очень сложными газонами и с очень-очень крутыми склонами. Полный привод здесь реализован следующим образом. Помимо задних приводных колес существенно увеличенного диаметра по сравнению с базовой моделью X4 Basic, диаметр данных колес составляет 32 см. Напомню, что в X4 Basic это 26 см. Колеса резиновые, пневматические и по традиции они обеспечивают бешеное пятно сцепления с поверхностью и очень хорошее тяговое свойство и отсутствие пробуксовки. Помимо приводных задних колес, также передние колеса у нас оснащены индивидуальным приводом. Колеса также имеют увеличенную ширину и колеса, данную модель, позаимствованные старшей модели Crosser 4WD. Данные колеса имеют как индивидуальный двигатель на вращение, так и индивидуальный двигатель на, соответственно, поворачивание влево-вправо. Благодаря этому робот уверенно справляется как с неровностями на газоне со сложным рельефом, так и с очень-очень крутыми склонами, как я говорил изначально. В дополнение ко всему прочему, традиционная X4 Basic Offroad 4WD имеет сочлененную раму, что также позволяет обеспечивать большие хода подвески, справляться с неровностями. Также имеет мягкий бампер для того, чтобы хорошо реагировать на все возможные препятствия на газоне. Для тех, кто только начал свое знакомство с газонокосилками-роботами Кайман, расскажу немножко про общие сильные стороны газонокосилок-роботов Кайман X4 Basic. Помимо сочлененной рамы, о которой я уже рассказывал в этом видео, также стоит отметить перфорированную деку, которая обеспечит нам функцию самоочистки. То есть от дождя и от проветривания излишне налипшая мульча просто-напросто отваливается от этой деки и экономит время владельцу на еженедельную очистку. Далее, полноценный цельнометаллический нож диаметром 25 сантиметров. Нож, как и у большинства газонокосилок-роботов Кайман, двухсторонний, соответственно, не нуждается в частой замене. Как правило, одного ножа хватает минимум на два сезона. Один сезон пользуетесь, так как нож установлен заводом-изготовителем, а второй сезон просто переворачиваете его на 180 градусов и продолжаете, соответственно, использовать нож, которым данный робот поставляется в заводы-изготовители. Как и все газонокосилки-роботы Кайман, данная модель оснащается исключительно бесщеточными электродвигателями. В нем установлена материнская плата последнего поколения АМ-4000, про которую я подробно рассказывал в предыдущих роликах. Напомню, что эта плата является двухъярусной. На втором ярусе, на верхней части платы, расположены силовые элементы, которые нагреваются, а на первом ярусе, на нижней части, находятся логистические компоненты материнской платы. И такая конструкция позволяет плате меньше нагреваться. И такая плата существенно надежнее и будет служить существенно дольше по сравнению с одноярусными платами, устанавливаемых на роботов-конкурентах. Теперь перейдем к важной части. Это аккумулятор. Аккумулятор традиционно здесь устанавливается литий-ионный, с количеством циклов на заряд-разряд 2000. Аккумулятор очень мощный, 10,35 Ач, что дает возможность роботу 4 часа работать на одной зарядке. Заряжается аккумулятор за 2 часа. На данном роботе также установлен датчик дождя. Это вот эти две клеммы. С помощью данных клемм робот понимает, когда идет дождь и в зависимости от настроек. Он либо отключает нож, возвращается на зарядку и выезжает на кошение спустя час после окончания дождя, либо при настроенной задержке он включает таймер и остается на зарядке то количество времени, которое вы настроите в мобильном приложении, либо же, если мы программируем профиль под какие-то проливные дожди, которые зарядили там на неделю, может быть, даже и дольше, то, соответственно, мы с вами можем его отключить до того, чтобы робот косил строго по времени. Напомню, что рекомендуется настраивать робота так, чтобы он косил при сухой траве, то, соответственно, чтобы трава не была влажной после полива, а также после утренней и вечерней росы. Управление роботом X4 Basic Offroad 4WD точно такое же, как и на классической модели X4 Basic. Оно представлено в виде простой и интуитивно понятной клавиатуры, на которой мы с вами видим четыре физические кнопки включения-выключения, старт-пауза, кнопка отправки робота на зарядную станцию и кнопка включения автоматического режима, при которой робот будет работать строго по установленному в мобильном приложении графику работы. Помимо физических кнопок, под клавиатурой расположено три световых индикатора. Зелёный LED-индикатор, который показывает нам, включён ли автоматический режим, также индикатор уровня зарядка батареи и красный LED-индикатор Alert, который говорит нам о том, что робот находится в какой-то ошибке. Конкретику по данной ошибке можно будет узнать в мобильном приложении. Напомню, что мобильное приложение можно бесплатно скачать для любых устройств, в App Store, либо Play Market. Благодаря встроенному Bluetooth-модулю робот можно не только подключать к мобильному приложению, чтобы настроить его график работы и получать информацию по тем или иным ошибкам, которые могут возникать в процессе кошения, но также можно робота обновлять и менять его основные режимы. Это начальная модель в линейке Off-Road 4WD газонокосилок роботов Кайман, и мы рекомендуем её для владельцев газонов площадью до 18 соток, со сложным ландшафтом и склонами до 60%. Вот такой замечательный робот был на сегодняшнем обзоре. В следующих видео расскажу про его старших братьев. С вами был Андрей, пока! Субтитры создавал DimaTorzok